Что-то пошло не так! Обязательно посмотрите это видео! Стой! Куда идешь? Он хочет, что нахер мне сдался этот балкон! Всем привет! Здравствуйте! Давно не гуляли в Клайпиде по спальным районам! Держитесь! Сегодня прогуляемся? Держитесь! Что-то пошло не так! Ребята, сегодня наше мнение кардинально разделилось с Виктора! Так что вы кого поддерживаете? Меня или Виктора? Обязательно посмотрите это видео и напишите в комментарии! Начинаем сегодня прогулку по спальному району! Посмотрим, сколько у них здесь продуктовых магазинов! Я слышала, построили еще и Максиму! Здесь ИКИ в торговом центре Витурис! Различные кафешки! Сейчас потеплело, на кафешке столы на улице повыносят! И не знаешь, как одеваться! Кто-то идет в шортах, а кто-то идет в куртке! Как одеваться? Как вы одеваетесь? Это улица Вингео, мне кажется, да? Мы, как здесь редко бываем, не знаем название улиц! Еще одна кафешка, такая стеклянная, как за стеклом! Аквариум! У нас рыбка сидит в аквариуме, а здесь люди сидят в кафешке! Вот она, это Максима! Люди были против, чтобы ее строили прямо у них под окнами! Еще не работает! Пойдем обойдем вокруг, посмотрим! Почему не открывают? Все готово! Коляски стоят! Тарамат! Требуем открытия магазина! Но обычно, когда бывает открытие, шарики вешают! Какие-нибудь, может, подарки людям дают! Здесь вокруг живет много людей! Все придут за подарками! Ты бы какой хотел подарок получить? Морковку? Нет! Яблоко? Нет! Нет? Скидки? 30%! Такую карточку, чтобы все по себестоимости было! Без прибыли! Чтобы магазин проходил без прибыли! А реально? Я расскажу! Когда-то я строил вот эти всякие магазины, ремонтировал! И мне предложили, говорят, а не хотите ли вы, строители, работать без прибыли? Я говорю, я согласен! Дайте мне карточку этого магазина, и я буду приходить и все товары брать без прибыли, по себестоимости! То есть наценки! Да! Как они на меня смотрели, говорят, а как мы будем жить? Говорю, а как строителям жить? Каждый видит свою только сторону! Вот, новые тачки уже стоят, информационная доска внутри висит, но еще все-все закрыто! Что-то заморозили! Видимо, не могут сдать здание, и поэтому внутри ничего не делают! Пожарник может не расписывается! К сожалению, с пожарником договориться! А так, посмотри, все готово! Уже, кажется, могли бы кассировать деньги, но, наверное, пожарник уперся рогом или еще кто-то! Почему люди были против? Именно вот из этих домов! Получается, что у них под носом построили магазин! Ну, класс! Не надо далеко идти! Вышел сразу в магазин! Вот эти люди против! Смотри, какую-то сетку построили! Какую сетку? Будут растения расти, и магазин весь будет в растениях! А, чтобы им не так бросалось в глаза? Да! Озеленят стену! Только эти растения сдохли! Новые посадят! Максимум посадят новые! Но, в принципе, видишь, смотри, оно невысокое! Вот, давай я покажу! Вот, это сэндвич-конструкция! Они вот так вставляются, тепленькие! А потом вот это соединение, я тогда рассказывал, вот, жесть вот так выгибают! Здесь соединение! И закрывают! Вырезают вот окна, вставляют! Вот тебе карнизики! В принципе, это здание, посмотри, невысокое, и оно не загораживает этому дому вообще солнце! Да! Могли большую посадку! Даже первый этаж абсолютно не загораживает солнце! Деревья остались, вот береза рядом! Люди, значит, зря возникали! Они боялись, что будут приезжать машины, привозить товар! Ну вот, смотри, нету! Кого? Машин? Здесь-то нету? Пасомагазин нет! Нет, заезда для фур нету! Посмотрим, где заезд для фур будет! Пожарный выход какой-то! Со второго этажа! Там, может быть, администрация, они будут приходить на работу через этот заход! Ну, мне нравится строительство! Вот, очень качественно! Вот эти вот все отгибы, вот карнизы, просто все качественно! Вот эта нержавейка, представляешь, она очень качественно сделана! Вот тебе карнизики, все на заклепочку! Вот, смотри! Да-да! Вот! Но все равно что-то кому-то не нравится, раз не открывает! А смотри, какое качество бетона! Посмотри, какое качество бетона! Это плиты, может, такие? Нет, да, вот здесь герметиком надо, вот смотри, давай покажу! Вот, всем покажу! Вот, это герметик, вот он! Видишь, как резина! Да! Вот мы таким работаем! Хороший герметик! Бетонно качество супер! Все очень хорошо сделали! Мне нравится! В общем, ты принял его! Вот здесь плитка! Не знаю, в одном месте, где мы вначале шли, я бы тоже плитку поменял! А вот сюда будет заезжать машина, фура, которая будет привозить товар! Она не с той стороны, где люди живут, а совсем с другой стороны! Решетку будут поднимать! Вот сюда зайдет, видишь, рампа! Да! Фура подъезжает, открывает зад и вывозит палеты! Тарамат готов! Все готово! Паркинг есть! Для людей с ограниченными возможностями паркинг также есть! Немножко плиточку там надо еще поменять! Могли городу помочь чуть-чуть, плитку поменять! Обычно нас заставляли, если мы какую-то стройку делали, город говорил, сделайте что-нибудь и для города еще, не только для себя! Ну и вот поменяйте плитку, что-нибудь там посеете! Здесь же, помнишь, пустырь был! Вот именно здесь был пустырь! Это для них! Паркинг сделали! А, но паркинг, смотри, какой будет! На два часа! Да! Стоит шлагбаум! И только сможешь заехать на какой-то период в магазин и все! Все магазины так делают! И все! Но представляете, какая конкуренция? ИКИ, Максима! А теперь пойдем еще посмотрим, еще какие магазины есть в этом районе! А вот эту я плитку говорю, я бы еще вот, был бы вот, работал бы в администрации, я бы еще попросил, чтобы они еще тут немножко довложились! Но они вот старые плитки оставили! Могли новенькие положить! Ну, мы же поскупились, конечно, поскупились! Вон она треснутая, старые, обратно уложили! Могли бы новенькую положить! Хотя бы до своего уровня, вот как стена идет! Ну, хотя бы, да, вот оттуда тут не обеднело бы это максимум, наверное! Наверное! Ну, и людям было бы приятно вот здесь ходить! Ну, вот видно, что старье все грязное! А с той стороны, если идти туда, сейчас через дворы пройдем, через дворы, там есть ремни, норфа! Вот здесь что-то не доделано, могли бы сделать! Ну, что это делать? Вот они доделали, посадили траву, ждут, когда трава! Видно, так было! Это уже не их, понимаешь? Да, это уже не их! Красиво! Нормально! А вот они пошли, зеленеющие утепления, реновация наша! Твоя любимая! Твоя! А, моя любимая? Ты на зеленку смотришь! Ну да, я еще не дошла, ты уже увидел! Вот этот дом еще с южной стороны! Только сделали! Ну, посмотри, какие у них классные балконы! Совсем другие! Очень смешные балконы эти! Ну, красивые! Из кусочков отбивают! Да, уже позеленело! Почему-то снизу начинает зеленеть! А этот дом совсем другой! Если этот вот такой, а здесь совсем другой проект, совсем другие балконы! Вот эти мне больше нравятся, потому что эти смешные балконы! Как бочонки те, а эти стеклянные! Да, видно, сломали те балконы, все ограждения и выставили вот это уже более-менее балконы! А вообще, надо не так делать! Так? Не так! Как? Надо вот сюда ставить колонны! Вот сюда! Все ты со своим! И выставлять вот это все вперед! И получается, у людей тогда хоть есть смысл этой реновации! Так есть смысл! Выставляют вперед! И у тебя увеличивается площадь, огромные балконы! Из мира фантастики сейчас ты рассказываешь! Ну а что, жалко что ли? За какие деньги? Ну ты потом представляешь... За какие деньги? Представишь, какой ты получишь балкон нормальный? Так ты представь! Это будет не балкон, а лодка! Давай я тебе расскажу! Сейчас, чтобы вот эту сделать реновацию, люди берут в банки ссуды! А чтобы выставить твои балконы, они должны будут взять три ссуды! Откуда у людей деньги, особенно у людей, которые пенсионеры? Или один работающий человек? Говоришь ерунду! Здесь хорошее решение, что вынесли почтовые ящики, и почтальону не надо носить ключи от всех, от всех подъездов! Он пришел, вот сюда кинул и пошел! Знаешь, сколько нам надо лет на реновацию, чтобы все сделать? Десять лет! В Германии сделали бы десять! Реклама с Гаутой не погейдаую! Написано, что человек не хочет получать рекламку, чтобы ему сюда не кидали вот эти все рекламные брошюрки! Я думаю, что ему больше всего кидают! Этот балкон ведь немножко пошире стал! Но могли сделать побольше! Сколько надо денег, чтобы сделать побольше? Идем и спорим! Прям не могу! Сколько надо? Стой! Куда идешь? Сколько надо денег? Сколько надо денег? У немцев деньги нашлись, они все сделали как надо! Ты сравнил немцы? За десять лет! Так как мы увеличиваем площадь вашей квартиры! Человек скажет, не хочу я этот балкон! Люди напишут, что ты не прав! Какой увеличивать балкон? Нахер мне сдался этот балкон! А зачем вообще реновацию? Вот! Зачем делать вообще реновацию? Стоит прекрасный дом! Ничего не зеленеет! Люди не влазят в долги! Что это такое сегодня? Мне кажется, сегодня что-то пошло не так! Три дома подряд стоит без реновации! Кстати, а дальше мы ехали? Там есть дома с реновацией! Даже не три! А вот четвертый дом! Ой, пятый дом! Посмотри, вообще ни один дом не отреновирован! Их вообще строили лет на 50! Потом говорили, что их будут сносить! Это вот и все эти блочи, это временно издание! Да, да, кстати! Временно, когда его приобретовали бесплатно квартиры! Да! Все могли быстрее платить! Я что хочу сказать! Был такой комментатор один! И он написал про Вайдилу! Очень хорошо, что снесли это старье! Вайдила, между прочим, построена в 71-м году! Сейчас 24-й год! Так какое это старье? Получается, что в Вайдиле было 53 года! В Клайпиде большинство домов старше, чем 53 года! Значит, надо все снести! Все старье! Все старье! Так а где люди будут жить? Давай снесем это старье! А знаешь, как делать? Если этот умный комментатор так пишет! Вот смотрят дом в старье, сразу сносят его! Ну! И новый строят на этом месте! И люди бесплатно получают квартиру! О! Я не могу! Я ржу! Да! Так нам писали в комментариях, если тебе не нравится, ты начинаешь им письма писать, они тебе даже разрешат выбрать вид из окна, в каком месте квартиру получить! Тебе смешно, а люди вон писали! Люди, знаешь, пишут! Да! Вот тот комментатор тоже писал! Надо снести старье! Так если он такой умный, тот комментатор, пусть придет, вот снесет все это старье! Люди счастливы в этом доме квартиру купить! Вот подойди к подъезду, там будет написано, куплю квартиру в вашем доме! Кстати, здесь планировка квартир хорошая, мне нравится в этих домах планировка, там холл большой есть, есть двухкомнатные квартиры с холлом, трехкомнатные с холлом, и мне кажется, даже есть четырехкомнатные с холлом. Посмотри, какие выросли классные кусты, мы идем, вообще дороги не видим, вообще! С этой стороны садик, и здесь очень-очень тепло! В общем, тигру не докладывают мясо! Напишите, люди, хотели вы эту реновацию или нет? Или вас заставили! Вот у нас сейчас сделали, наверное, процентов 10 домов, может и не сделали, из всех домов, которые сделаны. На старье не надо делать! За 27 лет! Все снести к чертовой матери, чтобы не было перитонита! Представляете, если 90% осталось, это 200 с чем-то лет еще! Нормально, все снесут! Вот еще дома реновированы! Ну, очень красиво, знаешь почему? Потому что много цветов! Светлый, песочный, коричневый, серый, балкончики такие, как будто бочонки! А здесь форму балконов оставили такую, как и была, когда построили этот дом! Потому что только покрасили! Но это все отвалится! Здесь выходят окна в этом доме на садик! Это тоже хорошо или плохо? Дети же орут всегда! Могут быть недовольные жители и сказать, дети всегда орут! Я не могу выспаться! А если твой ребенок, ох, ты будешь довольный! Ты будешь за ним наблюдать! Да-да-да! Если чей-то ребенок, допустим, ты здесь живешь и наблюдаешь, как твой ребенок в этом садике сидит в этом садике! С собаками заходить на территорию садика нельзя! И вообще все-все под забором! Там и баскетбольная площадка есть! И травка! И всякие спортивные сооружения! И ведется видеонаблюдение! Всегда! Вот такой дом! Смотри, как интересно! Он покрашен просто краской! Но вот там вот те балконы, которые в холле выступают, это вот балконы холла, они уже краска лопится! Так вон, видишь, из-под краски белым течет! Все скоро отвалится! А что это белое течет? Уже попадает вода! А вода, она все разрывает и потом все отрывается! Эти дома вот стояли, сколько они? 50 лет простояли, да? С них начали сыпаться вот эти камушки! Да, у них были на балконе вот здесь камушки! А это жесть! Вот, утеплил жестью! Может, не так красиво, но зато тепло! Здесь нет радиаторов! Вот это самые холодные стены здесь! Но здесь идут двойные блоки! Здесь один блок идет и второй! Один утепленный, другой неутепленный! И еще утеплили! Интересно, как в этих дворах решается проблема с паркингом! Здесь же квартир много, жильцов много, машин много! Ох, ветерок какой хороший! Видишь, мы... О, БМВ какой хороший! 735 и... Мы стали радоваться ветру, который здесь, в Клайпеде! Когда холодно, мы ветру не радуемся! А когда тепло, радуемся ветру! Вот у жильцов только одна проблема! Это вот эти спортсмены-ученики! Они прыгают и ногами бьют вон туда! Или мячиком! И еще граффитисты! Да! И обычно бывает полметра снизу покрашено и побито! Вот эта детская игровая площадка! Трава не покошена! Есть пару качелей! А интересно, кто косит траву? Это не городские службы! Дома же все как бы частные! Они, значит, должны нанимать какого-то человека, который будет косить! Или сами должны иметь этот аппарат, который косит траву, машину! Нет, это были или нет! Тут приходят ребята и бьют кулаками или ногами! Видишь, они даже приклеили уже, прибили еще кусочек жести сверху! Это покрасили! Ай, покрасили! Искали тон... Это граффитисты рисуют! Вот, видишь, кто-то бьет! Вот он с кулака так! И мнет! Мячиком может? Не, ногами! Тальцевих нету! Сюда ногу может поднять? До сюда? Да! Можно! А молодежь, знаешь, как высоко ногу можешь поднять? Вот, видишь, вот! Сними людям сбоку! Да! Молодежь, это все! Вот, видишь? Один стукнет, потом другой, потом третий, и вот так остается! Жалко! Люди деньги платили! Прошли по дворам и вышли вот здесь, Лидл-магазин! Я не помню, здесь люди были против, что построят Лидл-магазин? Или... Ну, против Лидла никто никогда не был! Да, в Лидле хорошие цены! Очередь стояла, когда... Наверное, люди не против Лидла! Знаете, что самое интересное? Да! Когда только открыли первый Лидл в Клайпиде, стояли очереди, чтобы попасть в него! А сейчас нет очередей! Почему? Насытились! Это что, голубятня? Да! Баскетбольная площадка и голубятня? И Лидл! Вот они, видишь, балконы отбили... Вот элементами такими отрезают красиво, отбивают... Но балкон сам очень узкий! Досками типа? Там считают... Ну, они не доски, это пластик! Когда строили эти дома, балконы были нормальные, да! Никто ж не думал, что их будут утеплять, соответственно, он уменьшится, этот балкон! Там тоже надо утеплить! Ну, понятно, что его тоже утеплили! И внутри утеплили, он вообще маленький стал! Там сам не зайдешь, вдвоем точно не влезет! А что, мы идем в Лидл? Пойдем, посмотрим, что там дают! Виктор, экскурсии сегодня нам проводят по домам! Здесь точно такой дом! Да! Вот там чуть-чуть отличается! Каждый выбирает свой проект! Вот что мешает людям! Я думаю, что вот эта елка или сосна... Кто это такой большой вымахал? Ель! Ель! Представляете, до пятого этажа! Видимо, когда-то люди посадили маленькую... Ой, растет елочка, растет елочка! Как классно, как классно будет своя елка! А сейчас здесь вообще не солнечная сторона! И как она забирает свет! Там всегда-всегда темно! А вот береза выросла! Но здесь хоть солнечная сторона! Но тоже уже выше пятиэтажки! Черемуха! У кого аллергия на цветущие растения, тоже не очень хорошо! О, написано хоть, какая улица и какой дом! Сейчас частенько ходишь и не знаешь, какой номер дома и улица! Витарио-3! Вот как выглядели все эти дома без реновации, когда их построили! Примерно в каких? В 90-х годах их строили? Ну вот оно простояло 50 лет! Все бы раз носить! Ну, эти когда после покраски, после реновации пройдет 50 лет! Вот поглядим, что от них остается! Ничего! Смотри, уже зеленое все! Будет все... Только-только от реновировали! Кошмар какой! Тебе нравится вот когда зеленое? Нет! Или тебе нравится вот когда такое? И еще елки здесь нет! А если бы здесь была елка, то вообще было бы страх! До всего пятого этажа! Видите, на белом просто очень хорошо видно! На коричневом не видно! Жесть! А люди вломили столько денег! Когда это делали? Это совсем... Ой, какой ужас! Еще больше! Вот как! А здесь без реновации! Выглядит вот так! А мне очень нравится! Но это как построили, так и осталось! Ну вот тоже покрасили стену и сразу нарисовались художники! Боже, родители, отдайте их в художественную школу! Пускай они рисуют на благо города, но не на стенах! Ну что, идем на ту сторону! Сходим к магазину Вингис! Там тоже сделали реновацию, реконструкцию, модернизацию пассажа! Посмотрим! Это Содра! Клайпецкий филиал! Если у вас есть какие-то вопросы по пенсии, можете прийти вот сюда! Но надо записываться заранее! У меня есть вопрос по пенсии или рано? Рано! Во сколько сейчас на пенсию, интересно? В 65! А женщин? В 65! О, равноправие! Равноправие! Раньше было как-то неравноправие было! Лидл работает с 7 утра до 10 вечера! Раньше как-то мужчин, боже, женщин! Да, сейчас все уравняли, пойдем вместе! И знаешь, что самое интересное? Ты, может, уйдешь в 65, а пока придет мой возраст, я, может, уйду в 75! Увеличивают и увеличивают! Сделали паркинг! Здесь была много лет какая-то площадка закрытая, а сейчас ее открыли, но я не видела, чтобы было написано, что она платная! Возможно, можно всем ставить! Сняли эти ограждения тут были, и теперь такой паркинг для всех! Можно приехать, поставить машину! Торговый центр Вингео! Такие торговые центры есть! Жарди, Пемпененкой, где еще? Вот, мы были только что витурис! По кругу там всякие магазинчики, аптеки, почта! Кстати, почта еще есть! Как-то почтовые отделения уменьшают! Их в городе осталось совсем немного! Ой, идем, реновация! Завелся, завелся! Реновация! Это уже другие проекты! Все дома были покрыты такой, видела, такими керамическими плиточками маленькими? А здесь только вот на балконах чуть-чуть этих плиточек, а стены уже без плиточек! Это еще раньше строили! Это более старые проекты! Те лучше проекты! Те лучше? Да! Идем вот сюда! Идем вот сюда, говорит! Видишь, вот стены здесь не утеплили, и утеплили только боковые стены! Это дешевле! Если укрепляешь только боковые, то дешевле! А он не покрашен? Нет, он такой и был! Это не покрашено, да? Нет, прекрасно вот смотрится! Вот, утепляешь только вот эти стены! Потому что тут радиаторов нет! Тут нет только радиаторов! И видишь, все уже вот! Вот, вороны сидели! Вот, сеточки тут! Вот, видно сеточки! Но мне как покрашен этот дом, видите? Он покрашен! Вон там! Снимечки! Он покрашен! Да! Здесь сделали такую мини-реновацию! Утеплили две боковые и покрасили! А там девятиэтажка, представляешь, поставили свой шлагбаум! И ее покрасили! И ее покрасили! И ее покрасили! Чтобы люди не заезжали! Смотри, уже все отвалилось сверху! Девятый этаж! Да! На девятом этаже, видишь, и краска, и все отвалилось! Здесь покрасили! Здесь покрасили! Ну так не угадаешь! Не угадаешь, где отвалится! Значит, может блок был какой-то изначально плохой! А здесь, как интересно, сделали, чтобы не несся песок! Я думаю, что жители с первого этажа... Надо проверить, как оно качественно сделано! Такое устройство поставили! Вот! И ведро мусорное для бычков! Вот, видишь, девятый этаж, уже все это отвалилось! Его нажмите на нашу стол! Вот скоро все это отвалится! В смысле краска! Не угадаешь! Не угадаешь! А вот образец! Объясни мне! Образец! Вот это покрашено! Это как раз, что я и говорила! И он зеленый! Этот подъезд или эта сторона в подъезде решила не красить свои стены! Может, у них не было денег! Может, еще что-то! Может, им тепло! Не знаю почему! Но вот так вот! Эта сторона покрашена! Вот эта! А эта сторона не покрашена! И так покрашена! Или покрашена какой-то такой краской! Не покрашена эта! Думаешь, не покрашена? Еще бывает специальным силиконом красят! Если дождь капает, стекает, как гуся вода! Но тут нет такого! Видишь, потому что вот зеленая! Получается только две квартиры и в этом подъезде и в этом подъезде две квартиры не покрасили! Не может быть! Видимо! Две квартиры и все пять этажей! Может быть, это такая краска у них неудачная! Видишь, вот! Вот это краска! А это не красили! А это оригинально! Это не краска! И это не краска! Сейчас опасно идти! Как даст по башке! Может, не выпустят! Можно так заехать, а вас не выпустят потом! Да! А как вот ребята, вот смотри, строители приехали! Выгружают свой материал! Ну, у них, наверное, есть эта таблетка! Сколько здесь этажей! Посмотри, как там все отваливается! Все балконы, вот эти плиточки отвалились! А это вообще другой проект! То, что мы смотрели, это были бочные дома! А это? Это из кирпича! Это силикатный кирпич! Он покрашен в красный цвет и выглядит, как будто это настоящий кирпич! Смотри, как интересно! Вот здесь паркинг! Должны стоять машины! Написано, не заставлять! Потому что вот там второй ряд машин! Они же, конечно, как-то выехать должны! И вот здесь должен быть какой-то выезд для этих машин! Первый раз такое я вижу! Там что, площадка? Для детей! За забором! Закрывается! Хорошо, собаки не придут! От собак или от людей сделано? От кого сделано? Очень качественно! Мягкое покрытие! И плитку, видишь? До конца! Качели! Молодцы! А здесь? Посмотри! Да! Точно! О! Вот! Они, кстати, красят балконы! Мы как раз с тобой нарвались на тот момент, когда они занимаются ремонтом этой двенадцатиэтажки! Плиточки отвалились! Они заштукатурили и сейчас красят уже втроем! А здесь классно сделали парк! Вот здесь можно посидеть! По кругу идут скамейки! Это полностью-полностью скамейки вокруг этих деревьев! Есть туалет, мусор, садик! Здесь вот паркинг! Ребята работают! Огородили себя! Огородили! Если у них там что-то упадет! Краска капли на голову! И покрасят! Сделают красивые все балкончики! А потом отвалятся вместе с плиткой! Что бы ни делали, все равно отвалятся! Какой? Этот кирпич или этот? Он такой же! Это точно такой же силикатный кирпич, только как в нем краска! Как красиво сделали здесь! Вот! Здесь бабушки раньше сидели, продавали все свое! Сейчас, наверное, бабушек разогнали! Бабушки! Ау! Здесь все под крышей! Пассаж! И уже, если идешь, дождь, допустим, здесь тебе капать не будет! Лабдара! Семьдесят процентов! Стыка! Пойдем, зайдем! Нет! Это дает вторую жизнь поношенной одежды! Одежды! Я не люблю! Много всяких парикмахерских! Вот еще, смотри! Лабдара! Продают! Что еще? Пиво можно купить разливное! Фрукты! И магазинчики всякие! Пятьдесят процентов! Пятьдесят процентов! Смотри! В новом пятьдесят процентов! Зачем идти в старое? В семьдесят! Если в новом пятьдесят! Мед! Если букву П добавить, будет Прада! 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 Кепикла! 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 Здесь продают различные булочки! Ну все! Я уже отказалась от булок! Я не ем! Я уже хочу! Не заходим туда! Нет! Мед! Мужчина продает! Мед! Смотри! Новые штаны! 18 евро! Новые! Недорогие! Платье новое! 29! Есть 15! Я думаю, что это новое! Нет смысла идти! Так я говорю! Нет смысла идти! Вон там бабушка сидит! Ой! Идем к бабушкам! Есть подземный переход! Не, не пойдем! Я поеду! Чего? А там страшно мне! Пиццерия! Вот такой торговый центр! Что продают бабушки! Какие-то цветочки! Которые можно посадить в горшочки! Яйца надо! На Пасху яйца надо! Бабушки все перекочевали сюда! Цветочки! Черемша! Вы покупаете черемшу? Когда бывает первая черемша? Кетки у щеней? По три! По три! А чем? Яйца три три пятьдесят! Черемша по восемьдесят лук по семьдесят! И рассада! Перцы и помидоры! Фирменный магазин «Колокутены» продают уже и готовое что-то, и сырое, фарш вижу, индюшатина! Большой паркинг за торговым центром! Вот такие у нас спальные районы! Мне нравится! Хороший был район! Он и есть хороший? О, наверху какой-то спортзал! Представь! Пятнадцать евро всего лишь! Пятнадцать евро! Я смотрела, если пойти в бассейн и взять абонемент на месяц, получается на одного человека пятьдесят евро! Но это из-за того, что там есть бассейн! А здесь пятнадцать! Без бассейна! Бассейн дорого! Понимаешь? Бассейн эту воду надо нагреть! Да! А нагреть надо чем-то нагреть! Надо или костер разжечь, или газом, дровами, чем-то надо! И там разные как-то варианты есть! Если только спортзал, если только спортзал и бассейн, еще цена другая! А если спортзал, бассейн и зона, где есть бани, релакс, вот тогда пятьдесят евро! Дороговато! На двоих сто евро! Вот оно стоит! Сколько лет оно стоит? Прекрасно выглядит! Пятьдесят лет! Вот эта плиточка не отваливает! Больше, наверное, чем пятьдесят! Когда эти дома строили? Думаешь, покрасит и плитка не отвалится! Она же отваливается не с улицы, а она отваливается оттуда, снутри! Смотри, садики с шариками! Видно, что-то будут открывать! Ай, может сделали детские игровые зоны и поэтому шарики повесили! Вот! Я давно хотела показать, как у нас выглядят песочницы! Я не пойду сюда по одуванчикам! Смотрите, вот! Сейчас я приближу! Вот это у нас песочница! Она даже в детском саду, она закрыта! Когда выходят дети, ее открывают! Дети поиграли и ее закрывают! Для чего это сделано? Для чего? Чтобы не ходили коты, собаки и не писали! Когда мы были во Вьетнаме, там одна писала женщина, прям, у вас что, коты не ссут? Нет, говорю, у нас коты на улицах не писают, потому что песочницы у нас закрыты! Так-то они, конечно, писают, но еще вопрос в том, что у нас нет бездомных собак вообще! Такого понятия в Литве, как бездомные собаки, нет в городах! А там не бездомные, там кота, специально мужчина привозил к нам на пляж, чтобы он там покакал! Прямо на пляже, где люди натираются песком! Вьетнамцы очень любят натираться песком! Да! И там будет натирание с мочой кота! У нас есть коты, которые бездомные, но во сколько, вот сколько мы ходим, вам показываем город, Вы видели хоть одного бездомного кота? Один где-то сидел на солнышке, грелся! У нас очень мало котов, которые живут во дворах! И обычно за ними присматривают сердобольные люди с подъездов, их кормят, строят им кошачьи дома! И песочницы у нас закрытые! Вот что я хотела давно уже вам показать, как выглядят наши песочницы! А это мусорки тоже закрывают! Мусорки закрывают, чтобы... Раньше бомжи приходили, вытаскивали там бутылки, а сейчас все сделали, чтобы они еще и вытащить не могли! Новые еще интереснее! Но и от ворон! Вороны же как разносят! А это туалет! Общественный туалет, да! Вот, смотри, штраф какой! Выбросишь крупногабаритный мусор, 590 евро штраф! Вот сидит женщина, кормит голубей! Подожди! Сердобольная женщина кормит голубей! В этом нет ничего плохого! Пускай кормят! Единственное, что нельзя голубей кормить... Нельзя голубей кормить хлебом! И уток, и лебедей хлебом нельзя кормить! Это нехорошо для их желудка! А так вообще кормить-то можно! У нас много мест в городе, где уже есть велосипедные дорожки! Ну конечно же, абсолютно везде тяжело их проложить! Потому что строилось все это раньше! И если тротуар позволяет по ширине, то уже делают эти велосипедные дорожки! А знаешь, с какой скоростью строили? Вот на этом доме раньше было написано, сколько тут миллионов кубометров жилья построено! Но сейчас вот закрасили и не видно! Но раньше строили быстро! Тут была цифра, много-много нулей, как на этом доме! Этот реновированный пятиэтажка сзади тоже сделана, а этот тридцатый не сделан! И он уже так смотрится! Очень сильно выделяется! Движение всегда здесь такое большое на этой улице! Но ничего, люди ж вот живут! Тоже мы недавно показывали новый дом, который строят около Треничайского пруда! И кто-то написал комментарий! Дом стоит очень близко от дороги! Будет много шума! Вьетнамцы! Вьетнамцы! Так посмотрите, как близко стоят вот эти дома! И здесь изначально так и строилось! Дорога и вот он дом! Тоже очень-очень близко! Ничего, люди живут! Вот тут граффитисты поработали! Граффитисты – это кошмар какой-то! Это беда! Это просто беда! Тоже позеленело чуть-чуть! Где? Не красено, но вот вот! А-а-а! Вот этот дом? Здесь берешь щеточку! Просто по металлу щеточку! И чистишь, и все! И сразу все снизает! Вот! Вот здесь бывает, знаешь, что? Вот тут сквозняк и вот здесь холодно! Тут у людей холодно! На втором этаже! Да! Вот это место хорошо бы утеплить! Вот тут сквозняки бывают! Ух ты! Покрасили дом! Смотри! Да-да! Вот это экспериментально эта краска, да? Не знаю, но вот она, видишь, треснула! Здесь очень тепло! Очень жарко! Птички поют! Осталась баскетбольная площадка! Машины здесь не ставят! Оставили для детей! Посмотри! Здесь три кольца! Вот одно! И в эту сторону еще два кольца! Любят у нас баскетбол! Любят! Видимо, много детей! Очень опасно! Могут мячом в нос так дать! Больно будет очень! Все опасно! Какой самый безопасный вид? Все можно пальцы сломать! Безопасный вид спорта! Даже бассейн опасно! Можно утонуть! А самый безопасный вид спорта! Это шахматы и шашки! Помнишь это? Ухи-ухи! Но там от перенапряжения, от того, что ты думаешь, какой сделать ход, тоже могут мозги лопнуть! А бы кто машину не поставил! Ключ надо иметь! Интересно, так можно? Вот, смотри, тоже! Странно! Но это типа частная собственность, что ли? А если люди приехали просто в гости? Сделали кружок! Все вам показали! Немножко поспорили! Лайк ставим! Комментарии пишем! Ох, какой у него шлем! Зайчик! А это самое начало улицы Лаукининко! Но ты знаешь, в основном везде трава не покошена! Там пару мест только было, где была покошена трава! Кстати, вчера в газете знаешь, что писали? Что будут мерить, вот когда трава не покошена, и если... Сантиметры? Будут давать штраф! Как думаешь, сколько сантиметров? Тридцать! Нет! Какой тридцать? Тридцать по колено! Это уже не пройти! 10-15 сантиметров! Так это вот все, вот эти клубы, здесь есть 10-15 сантиметров! Здесь уже надо косить! А знаешь, это когда Бог распределял, кому чего делать? Нет! Ну и последний пришел, а он ему говорит, будешь людям дождь давать, и уходит, а он говорит, а когда дождь давать, когда дождь давать, он повернулся и говорит, ну типа, когда будут просить, а ему послышалось, что косить, и сейчас вот когда косят, тогда дождь идет, да, это в июле, так что сейчас косить не будут, сейчас дождя нет, но эти одуванчики тоже, точно больше, чем 15 сантиметров, А одуванчики их можно кушать? Нет, не эти, там выращивают специальные сорта, во Франции очень любят одуванчики, но не эти, какие-то специальные, да, они потолще, и лягушки там я видел тоже, в Вьетнаме такие толще, да, и лягушки, не такие, которые прыгают во дворе, а специальные такие жабы, жабы, А мне, допустим, нравятся одуванчики, я в детстве их всегда собирала, пока они желтые, они еще красивые, обошли мы эти девятиэтажки, вон, 9, 8, 7, на шестом этаже, и на первом плитки сбоку отваливаются, И если их покрасишь, они все равно отвалятся, вот это вот место, они уже 50 лет отваливаются, Как отличаются две шахты, правая еще не почищена, черная такая, а левая уже почищена, и мне кажется, там покрасили, Или не покрасили, а когда, когда счистишь, такая большая разница, это ребята его сейчас красят, они висят на веревках с той стороны, О, сколько коллег моих! Пять человек! Самое страшное, это, знаешь, что, начать спускаться вот через этот карниз переводить О, кошмар, вообще не представляю! А этот он на балконе стоит! И сейчас они будут прыгать? Он будет спускаться! Как это происходит? Хоть посмотреть! Сейчас начнет спускаться, можно зубовик выбить Прыгать будет? По балконам этот? Да, будет по балконам спускаться! Ну, давай, термин, ему ведро надо подать! С чем он будет спускаться? А, это он, знаешь, что делает? Чистит! Чтобы веревка не перетиралась, кожу там закрывает, жалеет веревку! Чтобы она не стерлась! Ну да, она же может перетереться! Подкладывает что-то! Ну, пошел! Боится! О-о-о-о! Как страшно! Божих забыл! Вот сейчас опасно вот поза зубы выбить об этот карниз! Штанина зацепилась! Штанина зацепилась! И там переваливать очень опасно! Вон там, на боку! Вот этот красный тоже сейчас померят! О, кожу подправят! Чтобы веревка не терлась! Самое главное вниз не смотреть! Там есть у него ведра! Вниз нежелательно смотреть! Нежелательно! Голова закружится! Вот такая работа у высотника! Страшно! Горы мы не плотники! Вонтажники-высотники! Промышленный альпинист! Кто был первый промышленный альпинист? Плейпедия! В этом фильме поет! Кооператив высотных работ! Кооператив! Раньше башенка поднимала до шестого этажа! И с башенки делали! Вот эти швы заделывали! А потом нас просили, чтобы мы спустились! И мазали вот с десятого, с девятого по шестой! Сверху! Ну, а я им говорю, какой смысл! Я уже спускаюсь! Я ж могу до низу! И не надо эту башенку! И все! О, он на балконе стоит! Да! Как долго! У меня уже рука устала! А он еще все настраивает! Боится! Может первый раз? О, мазает! Это он весь мазает! А, он здесь будет работать на этом карнизе! На этом балконе! Это вот за 50 лет голуби наделали! Но щетка исчищается! Им же надо куда-то в туалет ходить! Металлическая щетка чистит это все! Это торговый центр Витуриз! Мы обходим его с другой стороны! Там впереди школа! Всякие пошивочные! Ремонт одежды! Кирпиклы парикмахерские! Вторая жизнь одежды! Пойдем зайдем в Second Hand! Не люблю! Терпеть не могу! Здесь кебаб, ломбард! Еще какой-то фирменный магазин! Идем золотишко посмотрим! А что с ним делать? Здесь был какой-то магазин фирменный! Закрылся! Лосось была! Вот кафешка! Бандялю! Опять бандялю! Это когда не ешь бандяли, то они будут попадаться на каждом углу! Это иллюзия! Нет, нет, я раньше ходил, помню... Это иллюзия! Хлебокомбинат его так пахло вкусно! Помнишь, я как говорила Лене? Да! Выпей воды! Выпей стакан воды! Горячий! А что я говорю про иллюзию? Когда люди говорят, ой, хочу есть, хочу есть, не могу, надо бежать домой скорее купить булочку! А это иллюзия! Когда желудок чуть-чуть обманываешь, выпиваешь стакан воды, желудок наполняется неважно чем, и на какой-то небольшой период он не посылает вам сигналы, что пора поесть! Так что иллюзия выпить стакан воды и не захочешь есть! Особенно эти булки! Вот здесь на этом паркинге можно стоять два часа, если приезжаете в Витуриз! А что будет, если не уедешь? Наверное, штраф выпишут какой-то? Как они деньги возьмут? Штраф! Только штраф! Только штраф спасает их от того, чтобы люди не парковались круглые сутки! А вон есть паркомат у них! Да! 60 метров! Всего 60 метров пройти! Опять пицца! Опять аптека! Опять разливное пиво! А что людям надо? Чего больше всего? Пивка попить! Аптеки, бензоколонки и магазины! Вердикт! Кто прав? Напишите! Наверное, я! Да! Есть два мнения! Мое и неправильное! Или наоборот! Твое и неправильное! С Виктором тяжело спорить, но это такой дружеский спор! Пишите свои комментарии! Не забудьте! До скорых встреч! Пока-пока! 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 Пока-пока!